Супергерои раздали детям подарки. Игрушки, констовары, одежду, все это и многое другое. В течение полугода для воспитанников интернатов собирали неравнодушные люди. Именные подарки получили более двух тысяч детей. Как это было, увидела моя коллега Анна Городенцева. В зале две тысячи детей, и каждый ждет свой подарок. Да, замок. Какой замок? Да, маленький кукол. Хотела бы куклу Барби с маленьким малышом, чтобы я стала тоже мамой и нянчилась за ним. Тысячи людей взялись за тяжелую работу – исполнить детские мечты. Подарки собирали полгода всем городом. Подарили их супергероя. Для взрослых сегодня это дресс-код. Я принцесса Рапунцель. У меня там есть тоже дракончик, который в мультике появился. Почему вы выбрали такой образ? Ну, как девочка легкая должна быть. Как-то так, ну, увидела костюм, понравился, решила, что это мое. Сказка, сладкий стол и кульминация. В зале зашуршала подарочная упаковка. Что это у тебя? Это колонка для компьютера. Мне тоже будет колонка. Чем тебе надо? В зале зашуршала. Колонка. Слушайте, мне. Ты хотела мне такой подарочек? Да, колонка. Наташа, я знаю, что у меня попалася колонка. Это 100 годов. То, что ты хотела, полицейская машина? Блокнот, резинки, фломастеры. Дети получили игрушки, констовары, одежду. Но все же у них есть еще одно пожелание для всех взрослых. Чтобы в Украине был мир. Анна Городенцева, Денис Рудь, Телеканал Репортер. Денис Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова